Мария Романцова уже несколько лет помогает бездомным кошкам. Девушка забирала животных с улиц, лечила и искала им ответственных хозяев. Постепенно к ней присоединялись и другие неравнодушные горожане. Тогда встал вопрос создания приюта, одного места, где будут содержать животных и организации его работы. Команда волонтёров вышла на депутата Дмитрия Авдеева, который взял на себя организационную часть, нашёл помещение, договорился о ремонте, занялся оформлением документов. И в октябре 2021 года в приют поступили первые кошки. Это огромная работа, то есть это заняло несколько месяцев. Было вложено очень много сил в это всё, и вот теперь мы имеем то, что имеем. На данный момент у нас около 300 животных пристроены за этот год, и это просто потрясающая цифра. Приют активно участвует в конкурсах. Например, на выигранный президентский грант в Мурдоме сделали вентиляцию, пополнили запас лекарств и нашли возможность чипировать животных. Кроме того, на средства, полученные за победу в конкурсе «Православная инициатива», запустили школу юного волонтёра, и теперь каждое воскресенье на базе приюта проходит занятие для детей. Вся наша работа в основном направлена на подрастающее поколение, поскольку именно у детей важно с детства воспитывать гуманное и ответственное отношение к животным. И наш приют как раз их этому учит. На занятиях школы юного волонтёра мы им в том числе рассказываем не только, вот как прийти и пообщаться с котиками, с ними поиграть, но в том числе и о том, какие болезни бывают у котиков, как им нужно помочь, что делать, если вы вдруг нашли на улице котёнка или кошечку. Все эти успехи стали бы невозможны без крепкой, сплочённой команды волонтёров. С открытием приюта к небольшой горстке энтузиастов присоединились и другие люди, которые хотели внести свой вклад в доброе дело. За это время волонтёры стали большой, дружной семьёй, и принять в неё они рады каждого, кто готов помогать животным. Мы всегда рады любой помощи. То есть это помощь с уборкой, это помощь с лечением, это помощь прийти, провести экскурсию, то есть абсолютно любая помощь. Мы не выделяем людей, что там кто-то больше помогает, кто-то меньше. Нет, мы ценим абсолютно каждую помощь, мы очень рады. Мы рады, что у нас за год сложилась действительно команда волонтёров, что мы действительно одна команда. Впереди у волонтёров ещё много идей и планов, направленных на развитие приюта. Наша редакция поздравляет Мурдом с днём рождения и желает здоровья, процветания, и чтобы все его животные смогли найти хозяев. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.